Хотят обсудить список, который ты советуешь начинающим людям, которые пытаются знакомиться с философией. У нас здесь небольшие расхождения, просто обычные... Государство Платона, рассуждение о первой философии Декарта, история западной философии Рассела, да. Окей, я обычно людям советую более частные идеологии Платона, государство оставляю обычно на Платон. Ну, ввиду того, что есть диалоги попроще. Тот же ифтефронт, хоть он не показатель, но чисто втянуться норм. Апология норм. Ну, апология, на мой взгляд, в меньшей степени. Ефтефрон, действительно очень важный диалог. Ефтефрон и Минон, это два очень важных диалога, на самом деле, которые, в принципе, не сложны для понимания, но они не показательны. Парменит один из самых показательных. Парменит показательный, но он сложнее государства. Один из самых сложных и самых примечательных. Просто Парменит почти тимею уже. То есть, как бы, там особо нет смысла для того, чтобы вкатиться в философию, рекомендовать там Парменида или Тимея, просто потому что они слишком сложные. Я поэтому из Аристотеля не рекомендую вообще ничего для того, чтобы вкатиться. Органон часто проявляется. Не-не-не. Я, у меня, вот, три книжки я рекомендую. Государство Платона, конкретно государство и конкретно Платона. Значит, рассуждение о первой философии Декарта, именно рассуждение о первой философии. А потому что оно простое. Да, не о методе и так далее. Оно простое и показательное. Значит, и история западной философии Рассела, это вообще для идиотов, в принципе, написано. То есть, как бы, вот если история западной философии непонятна, то, я не знаю, как бы. Все одно дело, может быть, у человека претензии к предвзятости Рассела. К тому, что он проецирует какие-то свои взгляды. Это все прекрасно понятно. Но если она слишком сложная, то это все, на мой взгляд. То есть, это три книжки, которые, во-первых, показательные. Они позволяют, как бы, окунуть пальцы ног в воду, чтобы понять, что там, в принципе, они показательные. При этом, они простые очень. То есть, ну, что будет пропущено? Ну, будет пропущен, там, Киркегор и Ницше, например. То есть, да, и, в принципе, все, что вокруг них, таким образом. То есть, все, что привело к формированию экзистенциализма, будет упущено. Потому что Рассел просто засирает Ницше, как бы, на этом у него все заканчивается. Там довольно все бессодержательно. Значит, про Киркегора, по-моему, вообще нет в истории западной философии. Я не помню там про Киркегора. Значит, и, в общем, довольно большой пласт мысли, там, околополитическая какая-нибудь мысль и так далее. Она будет за бортом, так или иначе. Хотя, не во всем. У Рассела много и прополитических мыслителей тоже. Но, как бы, на мой взгляд, для человека, который никогда не будет читать феноменологию духа, вообще, ну, объяснение Рассел ему должно хватить, на мой взгляд. В принципе, согласен. Но с тем же успехом можно предложить ему практически любой учебник по истории и философии, особенно за последние, там, лет 5-10. Они, вроде бы, начали хорошие выходить. Можно. Но тут еще третий аспект есть. Учебникам не понтанешься. Учебникам не понтанешься. Ну, есть... Бертран Рассел... Бертран Рассел Нобелевскую премию получил по литературе. В частности, за историю западной философии. То есть, это вот... Там уже элемент понтов есть такой серьезный достаточно. Я бы не сказал, если перед философом сказать, ну, я читал историю и философию Рассела. Ну, то есть, такой вот русский контингент философских факультетов оценит это скорее негативно. Везде оценят негативно. Просто не надо пытаться понтоваться перед философами, когда ты нихуя не читал. Ну, типа, это, по-моему, очевидно. Это тоже урок по-своему будет. Ну, типа, блядь, ну, надо чего-то, в принципе, прочитать, наверное. Не базовые три книжки какие-то, а вот именно прочитать много. Просто, на мой взгляд, после этих трех книг человек уже сам должен решать, что ему нравится. То есть, он уже, в принципе, поймет более-менее. То есть, например, может другие диалоги Платона попробовать прочитать. Любые. Попроще или посложнее уже, вопрос десятый. Или Аристотеля начать читать. Или он может попробовать прочитать что-то из Декарта. А может быть, наоборот, что-то из Юма. То есть, он может попробовать прочитать что-то из Рассела. Или наоборот, что-то из философов, которых он критикует. И так далее. То есть, это, тем не менее, даст ему примерно представление о том, что вообще есть в философии. Потому что это рекомендация не для людей, которые уже знают, уже в курсе, какой вообще выбор, значит, того, что можно почитать по философии. Это начальные книги для людей, которые вообще не в курсе о Гегеле, о Марксе. А у Рассела примерно написано про Гегеля и про Маркса. И если кому-то очень это понравится, то они полезут их читать как раз. Потому что Рассел, он как раз-таки не то, чтобы какой-то пиздецкий правый, он, в общем-то, либерал. И когда был маленьким, он, в общем-то, был гегельянцем, британским идеалистом, пока был студентом. Значит, и как бы долгое время, в общем-то, поддерживал большевиков, пока не съездил в Советский Союз. То есть, он, в общем, довольно левый. Там не то, чтобы какая-то лютая антикоммунистическая предвзятость. То есть, это не то, что Габлач называет зоологический антикоммунист. То есть, там нет какого-то зоологического антикоммунизма. Просто у него взгляды немного как у малолетнего долбоеба, в том плане, что ему вот коммунисты нравились, а потом хуяк, оказывается, что в ходе революции людей убивают. И после этого коммунисты ему разонравились. То же самое и с Израилем. То есть, вот он выступал за сионизм, вообще безоговорочно. А потом, оказывается, там люди жили на определенных территориях, их там сместить надо было и так далее. И, блядь, ему разонравился Израиль после этого резко. То есть, ну, как бы немного дурачок человек в плане каких-то житейских вопросов. Вот. Ну, а так, Рассел, интересно, пишет, про майнинга не написано. Да, майнинга он поднасрал очень сильно. Рассел, на мой взгляд, закончил карьеру майнинга просто единолично. Потому что не внес его в историю философии? Нет, он написал про майнинга в трактате, в статье о денотации. Это самая цитируемая работа по философии первой половины 20 века. Вот. Во второй половине ее сместили две догмы эмпиризма Клайна. Значит, и, собственно, в этой работе он как бы спорит с Фрэгги и майнингом. Проблема в том, что он перепутал взгляды Фрэгги в меньшей степени, в большей степени майнинга со собственными взглядами из работы, которую он написал за три года до этого, которая «Принципы математики» называлась. У Фрэггера так часто бывает. Он часто путает свои позиции с чужих и выдает свои позиции за свои, да. Да, да, да. То есть, важно, что «Principles of Mathematics», а не «Принципия математика», чтобы зрители не путали. Просто две разные работы Расселу. Значит, и да, по сути дела спорил сам с собой. Просто так бывает. У меня тоже на стриме было. Когда я как раз обсуждал видео, где ты смотрел, в общем-то, философ выбирал. А у меня там был косяк по Канту. Я просто там с аналитическими, в общем-то, суждениями запутался у Канта. И на стриме очень жестко, в общем-то, опозорился, на самом деле. Люди постоянно путают аналитические и априорные суждения. Потому что это специфическое такое разделение, которое для Канта безумно важно. Но для некоторых других философов это как бы вообще... Особенно к математике. По отношению к математике я прям вот, я думал наоборот, а у Канта это так. Я перепутал свои взгляды со взглядами Канта. Ну да, у Канта математические суждения аналитические, а потом... Не, наоборот, синтетические. А потом выясняется, что они аналитические. У Канта они синтетические, а потом уже, начиная с Фрегги, собственно, почему... Как бы я считаю, что аналитическая философия с Фрегги начинается. Не только потому, что он теорию денотации придумал, которая необходима была для формирования. И он логицистский проект запустил, и его теория денотации в итоге запустила, по сути дела, модифицировала уже имевшийся позитивизм. Да, уже имевшийся махизм, появится логический позитивизм, таким образом. И так далее, и тому подобное. Значит, но он еще и установил, что математические суждения имеют аналитическую природу, а не синтетическую. То есть, поэтому Тайлер Бёрдж, например, из UCLA, он указывает, что Фрегги, значит, величайший философ после Канта, в принципе... Как бы там, и вот эта ось Кант Фрегги, она подлежит исследованию дальнейшему еще там на много-много лет взаимодействия. То есть, ему, кстати, немного до пизды дальнейшая аналитическая философия, в особенности вот логический позитивизм. Мне лично Бёрдж, как философ, никогда не импонировал, но я его курсов не брал, мне не получилось. У меня в расписании не вписывалось. А так, классик современности вполне себе. Так, задавайте ваши вопросы. Паргумок, вопрос по видео пока задам. Кто-то смотрел, как ты забыл про Заноно Китийского? Как ты мог про него забыть? Я, понимаешь, это скептик какой-то или кто это? Нет, это основатели школы стоицизма. Просто интересно, как ты его смог не услышать. Я не шарю за стоиков абсолютно. Меня когда спрашивают, можешь пояснить за стоицизм? Я обычно говорю, ну, стоицизм, он существовал, блядь, почти тысячу лет. То есть, там столько всякой хуинины придумывали, что это, в принципе, разные вообще философские школы, которые просто объединены одним названием. Поэтому я ничего не знаю. Пять этапов развития вроде даже. Вроде того. Я просто, я удивился даже, что ты просто хотя бы не узнал Занон Китийский. Причем прочитал Зену оф Китийский и Норм вроде бы. Такой Занон Китийский сразу же ответил. А кто такой Занон? То есть, это такой, какой-то слойик, наверное. Я подумал, как Маргиналс мог пропустить это в образовании именно тот год. Я, как бы, по большей части не в курсе за античную философию, помимо Платона, Аристотеля и, ну, вот, тех, которые, собственно, подводили к появлению Платона, якобы, принято считать. Парменид, Гераклит и так далее. Вот. То есть, а, это, не мое, не много. На принципе, ты так, как ты трактовал, как бы. Да, пишет Тайлер Берчетта. А Тайлер Берчетта, да, аналитическое кантианство. Их очень много, особенно в UCLA. И там, там, вот, гнездо аналитических кантианцев есть. То есть, там, именно, вот, неокантианское гнездо, причем, по всем фронтам. То есть, там, неокантианская этика, неокантианская эпистемология. То есть, там, вот, просто все разновидности аналитического кантианства представлены, так или иначе. Они, со временем, сместили тамошних позитивистов, потому что, в общем-то, было ядро. было ядро и формальной семантики и логического позитивизма и так далее но закончилось